Я думаю, все профессионалы, вы знаете, как оцениваются сыры, но я бы хотела бы еще раз напомнить, что у наших вкусовые рецепторы языка находятся неравномерно. Одно дело, сыр просто есть, а другое, есть его правильно. Это целая наука. На мастер-классе «Сырный сомелье» барнаульским экспертам напоминают, как же нужно дегустировать сыры. После того, как мы проживали, профессиональные дегустации, конечно, мы это все выплевываем и только остатки проглатываются. Так как у нас такая более средняя дегустация, мы можем проглотить полностью и ждать после вкуса. Экспертам, а это студенты колледжа сыроделия, представители молочных предприятий дали попробовать несколько видов сыров отечественного производства. Все это проходит в рамках регионального чемпионата профессионалы, где затрагиваются компетенции от производства молочных продуктов до парикмахерских, IT и многих других сфер жизни. Всего 56 направлений. На одном из них эксперты разбирали проекты студентов, направленные на создание новых видов сыров, которые в будущем, возможно, полностью заменят импорт. В осенью мы попробовали делать сыры с плесенью, которые, в принципе, на предприятиях крайне не производились раньше. Вот у нас первый опыт есть, мы будем дорабатывать, будем в этом направлении совершенствоваться. То есть можно сказать, что здесь, возможно, дародится какой-то новый вид сыров? Ну, конечно. Который потом придет продавать. Возможно, такой у нас сыр с медом сделали в прошлом году, медовые корки. Сделали студентка, она сейчас тоже там, она участница чемпионата, она предложила свои сырки с медовой пчелиной пыльцой. Возможно, через время мы увидим на полках магазина тот самый сыр, который когда-то создал студент Алтайского колледжа сыроделия. И его формулу использовала крупное предприятие по производству молочных продуктов. Такой алгоритм сказывается в первую очередь на импортозамещении и на развитии своих видов сыров. Ирина Корчагина, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.